Хорито-урардские языки, то есть самые древние кавказские. Это клип вообще про семью, то есть про их общие особенности. И потом будет еще отдельно про хоридские, отдельно про урардские. Это действительно древнейшие языки Кавказа, про них много спорят, много легенд. Это древнейшая кавказская цивилизация Урардру, совершенно вне всяких сомнений. Кавказ относится к этой зоне, где возникали древние цивилизации. Ну вот, относительно всех языков передней Азии, древних, как я уже говорил, родство их, как правило, не устанавливается. То есть даже вот близкие там шумерские и ламские, совершенно разные языки, с разными структурами там. Единственное, что они все имеют семитские заимствования, просто семиты там где-то рядом были. Вот относительно хорарта урардской семьи считается, что действительно установлено родство. То есть сейчас считается это фактом науки, установлено родство хоридского и урардского языков, никто не сомневается. Первые их сравнительные исследования были у Дьяконова, 1967 год. Сравнительная грамматика хоридского и урардского языка это Хачекян, 1985 год, и с тех пор считается родство их установленным. Скорее всего в эту семью еще входили какие-то языки местные, которые просто до нас не дошли, дошли только хоридский и урардский. Все эти языки расположены на армянском Нагорье, где-то вот к северу от основной этой зоны шумерской, которая лучше всего нам известна, потому что там много текстов. Но вот честно говоря, то что много текстов, это не значит, что самые развитые были шумеры. Скорее всего Элам был не менее развит, и возможно Эрарто был тоже не менее развит, и просто от шумеров очень много дошло текстов, потому что дальше была вавилонская религия, и они эти тексты сохраняли. Очень распространенная гипотеза, что вот эти хоридо-урардские языки, они родственные восточно-кавказским, то есть нахско-дагестанским языкам. Часто ее прямо преподносит как установленный факт, но этот факт не установлен. То есть это распространенные попытки, почти все исследователи так или иначе связывали, пытались их связать, но это не считается доказанным фактом. То есть вот доказанные факты, это допустим, раствор тюркских языков, раствор уральских языков, раствор хуридского и урардского, это доказанные факты. А вот раствор хуридского и современных дагестанских языков, это гипотеза, которая имеет какие-то подтверждения, они могут приводить какие-то примеры, которые подтверждают, но не считается доказанным. Макрокомпоративисты тоже спорят, они безусловно их увязывают, раз какие-то сходства обнаружены, они любят именно увязывать. Это сама концепция такая, что все языки связать по возможности. Ну и даже они спорят о месте хурита урарских. То есть длительно они считали, что урарский и навско-дагестанский это одна группа. Сейчас они разделили последние работы старости на нулевых годов. Считают, что хурита урарский и навско-дагестанский это отдельные группы в синокавказской этой самой макросемье, которую они считают. Синокавказская семья обвиняет кавказские языки, китайские, тибетские языки и еще и баскские туда записали. То есть по всей Европе, по всей Евразии она разбросана. И вот в ней в качестве двух отдельных групп теперь выделяют дагестанские и хурита урарские. Ну это вот опять же гипотеза. Что касается доказанных фактов, то урарские и хуритские языки распались примерно в третье тысячелетие до нашей эры. И когда они уже фиксируются во втором тысячелетии, в конце второго тысячелетия нашей эры, они уже имеют достаточно много различий. Однако у них практически совпадает фонетика, сильное сходство. Проязыковая система скорее всего состояла просто из гласных А, И, Э, У, О без различия долгих и кратких. Сейчас в основном считается, что в пра-языке в хурита урарском было три ряда согласных. Глухие, звонкие и абруктивные. Абруктивные это специфические языки, которые умеют произносить, специфические звуки умеют произносить их носители кавказских языков. Я не берусь произносить, там как-то вот так вот по-кавказски, короче, произносится. Лучше я не буду никого парить. Пусть на ютубе наберут, люди, если интересуются, и посмотрят, как кавказцы произносят третий ряд согласных. Ну, в общем, по представлениям Дьяконова, был еще в пра-языке, эти абруктивные согласные, в хуриту урарском пра-языке они были еще. Кроме того, были удвоенных варианты, то есть получается шесть рядов согласных. Звонкие, глухие, абруктивные и удвоенные звонкие, удвоенные глухие и удвоенные абруктивные. Позиционные изменения фонем точно там были, связанные с глухостью и звонкостью, и ударение было тоновое, как в китайском. Собственно, вот по тоновому ударению один из признаков сена кавказской семьи. Агглютинативный язык суффиксальный, как и все языки Древней Передней Азии, разделялись имена, глаголы и частицы. Имя имело категорию определенности и неопределенности, и был уже определенный артикль. Вот этот определенный артикль, который позднее распространился, он имеется в семитских и вот имеется в хурите-урарских. То есть где-то, видимо, вот в этой зоне он все-таки возник, там где были семиты, там где были хуриты. Вот там возник определенный артикль. Вот структура как выглядела. То есть сначала артикль, потом сам корень, потом притяжательный, его суффикс, то есть притяжательность выражалась, потом множественное число и потом падеж. Вот в таком порядке в проязыке выражалась. Вот по принципу глютинации выражались значения. Показатель множественного числа h в существительном, как правило. Вот падежная система сама. Ну вот, нужно посмотреть, что действительно в хуритском и в уральском практически одинаковые падежные окончания, что является довольно жестким доказателем того, что языки родственные. И реконструируется хурита-урарский. В то же время вот с известными нам, допустим, мы знаем, что да, в алтайских языках примерно те же падежи, в уральских языках примерно те же падежи, но сопоставить трудно. Единственное, что да, именинный падеж не имеет окончания, но это в общем понятно, что он начальник падежи. В общем, остальные-то окончания трудно сравнить. Сама система такая же, а окончания другие. Ну и можно посмотреть на суффиксы, которые принадлежность означают. То есть сама схема, в общем, та же, что в тюркских. Обозначается слой принадлежность, обозначается слой падеж и число. Причем эти показатели отдельно присоединяются. Схема такая же, а вот окончания другие. Ну вот, допустим, окончание M, которое должно было быть в первом лице на стратических языках, оно идет в третьем лице. Ну и так далее, да, и тому подобное. Вот, то есть модель та же, а сами форманты другие. Глагол имел вид наклонения лицо и число. То есть не имел времени глагол. Выражался только его вид совершенный или несовершенный. Неразвитость времен вообще довольно характерна для этих языков древних. Концепция времени как-то позже возникает. Было много всяких суффиксов, которые обозначали особенности действия. Часто оно происходит, нечасто, интенсивно, там и так далее. Это было. Вот оно, спряжение глагола. Ну, что мы видим, да, что отдельные окончания для несовершенного вида и совершенного вида различаются переходные и непереходные глаголы, потому что язык аргативный, и там вообще важна вот эта переходность. И в множественном числе могут использовать как окончание существительных h, так и вот это вот la. То есть la это тоже показатель множественного числа, но в непереходном глаголе. Так, много наклонений, у которых имелись просто показатели, как в тюркских. Просто есть показатель наклонения, он вставляется и все. Синтаксис аргативный, и этому полностью подчинено все предложение. Ну, вот, пожалуй, все. О заимствованиях трудно на таком уровне говорить, и дальнейшие клипы из этой серии я уже буду конкретно о хурирском и урарском языке, как они зафиксированы.